АЛТАЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ ДЕТЯ Ранее такого издания не было, а вообще эта идея появилась у Татьяны Николаевны Кушвит, это бывший директор Алтайской краеводетской библиотеки, профессионал своего дела. Она эту идею высказывала давно, в течение нескольких лет она обсуждалась, причем и со своими коллегами, и с библиотекарями, и с членами Союза писателей. И в итоге мы видим такой прекрасный результат. Да, два тома, больше 500 страниц в каждом, это значит тысяча с лишним страниц. Кто из авторов, я так понимаю, что алтайские авторы, раз называются, алтайские писатели детям. Кто из авторов сюда вошел? Ну, всех, наверное, невозможно перечислить, но все-таки. Ну, однозначно могу назвать. Василия Гришаева, Леонида Мерзликина, Льва Квина, Виктора Сидорова, Василия Шукшина, Роберта Рождественского. И Марк Видалевич, я вижу здесь, и Азолин, и Азолин, и Соболев. Ну, то есть все наши, скажем так, местные классики, да, и в том числе и современники, я тоже здесь вижу. И современники тоже. Здесь не только проза и стихи, но и сказки, да, и легенды. И сказки, и сказки, и повести. А каким образом шел отбор? То есть, ну, я не знаю, там, допустим, какие-то вещи, может быть, идеологически устарели, или это не имеет значения? Ну, понятно, что в разное же время жили писатели. Ну, мы не смотрели на то, что произведение идеологически устарело. Смотрели на то, чтобы это было интересно, интересно написано, качественно, интересно было читать. Потому что сейчас трудно найти такие тексты, которые из тех времен, они не были бы идеологизированы. Ну, большую роль еще в отборе сыграл, конечно же, такой момент, как авторское право. То есть, не всех мы смогли найти. Да, вот так даже сейчас. Да, первоначально список был такой огромный, что ни в два, ни в четыре тома все бы произведения не влезли. Удивительно. Но я смотрю, что книжки еще и замечательно иллюстрированы. А кто делал иллюстрации? Иллюстрировали произведения студенты Новоалтайского государственного художественного училища, 11 ребят. Причем каждый по-своему, то есть у каждого свое видение. И каждый брал несколько авторов и проиллюстрировал произведения. А руководила этой группой студентов Ксения Паршина, художник-дизайнер, которая оформляла фразации к этой книге и обложки. А сколько времени вообще, в принципе, сколько продолжалась работа? Ну, такая уже плотная работа продолжалась около двух лет. Двадцать с лишним годом. Вообще-то это удивительно на самом деле. И действительно большой объем, да? То есть вам пришлось перелопатить, наверное, огромное количество. Не то слово. Были какие-то споры по поводу авторов, может быть, да? Споры были, да. Потому что кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, в итоге вот пришли к такому консенсусу. И, опять же, говорю, у кого нашли права, на кого вышли. То есть не у всех родственники нашлись, тех писателей, которые... Ну, а если нет родственников, нельзя. Ни в коем случае, все равно, по прошествии какого-то времени только, насколько я знаю, да? Ну, да. Пять-пять-пять лет, там уже, в общем-то, какие-то юридические такие какие-то, да, особенности. Тираж достаточно большой, полторы тысячи экземпляров. Как он будет распространяться? Тираж пойдет в обязательном порядке на все детские библиотеки Алтайского края. То есть он попадет в каждый район края и город. И планируется также, что тираж получат школьные библиотеки. Ну, а в продаже? В продаже будет совсем маленькая часть тиража. А почему? Полторы тысячи достаточно большой тираж? Ну, на самом деле нет. У нас очень много библиотек в Алтайском крае, которые хотели бы иметь в своих фондах такую книгу. Потому что это действительно уникальный фолиант, где собрано такое... Насколько я знаю, впервые, да? Или были подобные издания? Нет, не было. То есть точно не было? Вы тоже изучали этот вопрос, да? Конечно, в Алтайском крае такого не было. Но она по-своему уникальна тогда, получается. Да. А вот кто помог с изданием? Это же достаточно дорого. Все, два тома, более тысячи страниц, как мы с вами говорим. Твердый переплет, это все... Детская художественная антология Алтайского края издана при поддержке правительства, при финансовой поддержке в год 80-летия края. Она еще как подарок краю, да? Да, в рамках губернаторского издательского проекта. То есть Алтайскому краю можно искренне позавидовать в том, что у нас есть такая устойчивая издательская политика. которая планируется, которая финансируется. Да, это очень приятно. Это немаловажно, да. Приятно на самом деле. А будут презентации? Может быть, даже серия? Презентация этого издания, первая и самая крупная, будет 9 ноября в 3 часа в театре «Кукол сказка», который сейчас базируется в бывшем кинотеатре «Родина». Это «Ленина-19». А вообще, вот вы как директор, да? Директор, получается, детской нашей, самой главной детской библиотеки. Скажите, как на духу, положа руку на сердце или на двухтомник, да, антологии. Дети-то читают, ходят в библиотеки сегодня? Ходят. А у вас, как сейчас, тоже абонемент? Абонементы, да. Уже есть много записанных детей? У нас отбоя нет от ребятишек, честно скажу. А у вас краевая или городская? Краевая. Краевая, да. А почему краевая? Потому что все-таки больше, наверное, детей из Барнаула. Потому что мы являемся методическим центром для всех библиотек, края, обслуживающих детей. И работаем не только на город Барнаул, но и на край. То есть мы очень много работаем на библиотеке «Края», на ребятишек «Края». А вот формирование фондов, ну вот сейчас многие там библиотеки жалуются, что финансирование, к сожалению, не такое большое, как хотелось бы, наверное. Вот вы закупаете какие-то новые здания? Ну, в рамках текущего финансирования, конечно, то, что нам выделяют деньги, мы закупаем. И вот нам очень большую помощь оказал резервный фонд президента, когда была выделена сумма более миллиона рублей. И мы закупили более 4 тысяч экземпляров. Это очень прилично, да. Это вы только себе или по краю? Нет, это было целевое финансирование региональных библиотек. То есть библиотека в каждом регионе получила деньги. А книги дети читают больше, не знаю, Гарри Поттера или, ну, не знаю, там в том числе и отечественных авторов, может быть, как-то классика? Все читают. Очень много спрашивается краеведческой литературы, потому что школьная программа сейчас все-таки переориентируется на краеведение, на знание своего родного края, на писателей-земляков как раз, которые представлены в этой антологии. Поэтому дети читают очень много. А скажите, у вас же это не единственное издание, да? По-моему, до этого вы делали «Шукшина», по-моему, да? Да, наша библиотека готовила книгу «Шукшина» к его 85-летию. И мы очень гордимся, что эта книга попала в руки к президенту, благодаря вдове Василия Макаровича. Поэтому и переиздано еще одним тиражом дополнительным. Ну, я вот почему такой вопрос задал. Это же не входит, не знаю, в рамки Ваших обязанностей прямых, да? Вы просто, это Ваша инициатива. Вы находите какие-то книги, да, редкие вот издания. И вот с такими издательскими проектами вы ходите на, ну, допустим, на гранты и прочее, прочее, да? Или у Вас, Вы все-таки, у Вас есть в планах, допустим, каждый год подобные книги какие-то хорошие выпускаете? Да, запланировать это очень трудно, потому что финансирование вот как раз на этот момент, я имею в виду конкретно нашу библиотеку, у нас нет, но у нас есть на безвозмездной основе издательский проект, который ведет наша библиотека с 2011 года. В рамках этого проекта вышло уже более 25 книг, то есть мы работаем от рукописи, автор приходит, приносит нам рукопись. Мы находим иллюстратора, верстаем эту книгу своими силами. То есть у Вас издательский комплекс какой-то небольшой, да? Нет, издательского комплекса у нас нет, нам в этом помогает Алтайский дом печати. Ну, здорово, то есть у Вас вот такой вот... Надо Вас почаще приглашать, я не знал, что Вас на самом деле... Вот современных авторов, то есть, таким образом, издательские, которые пишут для детей, я так понимаю, да? Василия Нечунаева, Валентину Новичихину мы издавали, Елену Ожич. А устраиваете презентации современных авторов, которых Вы перечислили, допустим, и ходят ли дети на эти тоже, да? Эти книги участвуют в конкурсе во время фестиваля, изданного на Алтае. Тоже, то есть наверняка и побеждают, наверное, дипломанты, да? Да, бывает, конечно. Да, но это вот все действительно хорошо и замечательно на самом деле. Я думаю, что из тех авторов, которых Вы перечислили, здесь очень много живых, они тоже, наверное, придут. Может быть, даже Вы запланируете серию, да, допустим, таких вот вечеров встреч с современными авторами, потому что, ну, как говорится, сам Бог велел, да, допустим, таким образом еще и прорекламировать эту книгу. И, может быть, выдвинуть ее куда-то на всероссийские, допустим, конкурсы издательств. Я думаю, она того стоит, да, потому что ее приятно держать в руках не только из-за красивого оформления, но Вы потрогали как-то приятное вот это вот тиснение. Да, 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 я вот хочу сказать, да, что обложка тисненная, да, ну, просто действительно на очень хорошем современном уровне издана эта книга. И давайте еще раз напомним, где пройдет ее презентация. 9 ноября в 15.00 в Театре «Кукол сказка» на Ленина, 19. Ну, и потом, как говорится, следите за рекламой, наверняка еще неоднократно, в том числе самой библиотеки Вашей, да, будут встречи с авторами, наверное, да, то есть, в этой антологии. Замечательно, прекрасно. Еще раз с таким удачным проектом Вас поздравляю. Спасибо. Побольше таких проектов, да, и почаще приходите к нам в гости. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была директор Алтайской краеводетской библиотеки имени Надежды Крупской Людмила Санкина. Спасибо за внимание, до встречи.